МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире «Нефакты». Сегодня в выпуске. Кубанские ученые разгадали проблему плохих дорог. Оказывается, всему виной дорожные блохи, пожирающие асфальт. Сергей Владимирович Шнуров будет консультировать кубанских депутатов по вопросам этики. Он лучше всех знает, как нельзя себя вести. День рождения Пушкина отметили на Кубани. Праздник получил название в честь самого известного стихотворения поэта белеет парус одинокий. Сейчас коротко о том, что происходит в России и мире. В Китае безработица среди клоунов превысила 60-процентный рубеж. В Голландии не тем дымом накачали воздушный шар. В Австралии прошел фестиваль крепких алкогольных напитков. Японского фигуриста выгнали с чемпионата мира за, цитирую, страшно противную рожу. Тренер сборной России по футболу Фабио Капелло узнал, сколько получал его предшественник. В школах Индии прошел ЕГЭ по канатолазанию. Участники телеигры Форт Боярд узнали, какие испытания их ждут и выбросили с вертолета. В Национальном парке Замбии слон унизил туристов. Китайских синхронисток кормят живой рыбой прямо в бассейне. Сергей Шнуров будет консультировать депутатов ЗСК по вопросам этики. Об этом в очередной раз анонимно сообщил сотрудник пресс-службы ЗАГС Собрания Края. По его словам, Сергей Владимирович станет главным консультантом по этому вопросу. Сергей Владимирович, как никто другой, разбирается в вопросах, что такое хорошо и что такое плохо. Он хорошо ориентируется как в мате, так и в ненадлежащем поведении. Честно говоря, нам давно нужен был специалист такого широкого профиля. Бывший вокалист группы «Ленинград» рад такому предложению. Первое, что он сказал, цитирую, «б*****», конец цитаты. Сергей Владимирович уже приступил к исполнению своих обязанностей. Ежедневно он будет наглядно демонстрировать всем кубанцам, как нехорошо себя вести. Ему разрешено ходить голым по улицам, ввязываться в драки, петь матерные песни и проводить специальные семинары для депутатов. На семинарах он будет давать мастер-классы. Сам Шнуров относится к своим обязанностям очень серьезно. Только ты начинаешь думать, что это некая роль, что ты работаешь, да, то все, сразу это конец. Назвался груздем, я в кузове, да. Для меня это не является никакой там переступлением через себя. Сергей Владимирович считает, что эмоциональная разгрузка необходима не только депутатам на его семинарах, но и обычным кубанцам. Поэтому бывший музыкант предложил новый законопроект. Согласно ему, пить, курить и материться можно будет на мероприятиях, организаторами которых выступают муниципальные власти. Так как властям лучше всего знать, когда народу можно расслабиться. Добавлю, что в скором времени на Кубань во властные органы планируется привлечь и других звезд. Никита Джигурда возглавит комитет по контролю за рождаемостью и видеосъемкой. Влад Сташевский займет место руководителя биржи труда, пока не найдет себе нормальную работу. Но самую большую нагрузку возьмет на себя Стас Михайлов. Он возглавит пенсионные и предпенсионные фонды, а также комитет бальзаковского возраста и общества рассветов и закатов. День рождения Пушкина отметили на Кубани. В Краснодаре представители городского департамента культуры назвали праздник в честь самого известного стихотворения поэта «Белеет парус одинокий». Как нетрудно догадаться, для празднования было выбрано место, отвечающее духу мероприятия – Екатерининская площадь. Александр Юрьевич, великий поэт, с этим не поспоришь. Я скажу просто в стихах. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, пожарный не успел. Слезы наворачиваются. Гениальный поэт. В городе прошли знаменитые пушкинские чтения. На сцене звучали такие стихотворения, как «Бородино», «Мцири», «Родина», «Узник» и многие другие. Особое место в праздновании заняла театрализованная постановка «Герой нашего времени». Но самые большие почести поэту воздали в станице Тамань. Ведь именно там находится дом-музей, в котором, по преданию, Пушкин чуть не утонул. А сразу после этого он написал всемирно известные на Тамани строки «Тамань – самый скверный городишко». В этот день экскурсии по дому-музею для учеников местных школ были совершенно бесплатными. Школьников заставили посмотреть предметы быта великого поэта и лодку рядом с музеем. Осталось добавить, что в следующем году день рождения Пушкина отметят с еще большим размахом. Тем более, что его уже решено было перенести на февраль, чтобы приехавшие на Олимпиаду гости смогли увидеть Россию из культурной стороны. Путевки в Турцию жители края могут обменять на отдых на Кубани. Представители Департамента по туризму начали беспрецедентную акцию. Теперь за отказ от поездки в Турцию можно получить не только отдых в крае, но и бытовую технику в подарок. Акцию в поддержку курортов Краснодарского края решено было назвать «Не нужен мне берег турецкий, давайте Анапу и Фен». Это называется конкурентно-способное отношение. Мы просто предлагаем более выгодные условия. А если ты глуп, то езжай в Турцию и иди там в клуб. Это, кстати, я придумал название «Не нужен нам берег турецкий, давайте Анапу и Фен». Итак, если у вас на руках путевка на 10 дней в пятизвездочный отель в Анталии, не спешите предавать родину. Придите в пункт обмена путевок и получите эквивалентный отдых в Джубге и новую электробритву. Ассортимент подарков невероятно богат. Это кофеварки, блендеры, сменные блоки для водяных фильтров и даже электротяпки для работы в огороде. Кроме того, после обмена вам выдадут почетный вымпел «Патриота Кубани» и красивый значок. К тому же каждый десятый получит пропуск на Сочинскую Олимпиаду в качестве волонтера. Несколько кубанцев уже решили отказаться от заграницы в пользу отдыха на лиманах, смесителей для ванной и других ништяков. Мне сын подарил путевку, чтобы мы с женой отдохнули. Только она мне вторыхтела. Я ее поменял на отдых в Пшаде и новенький мотоблок. Мотоблоки, знаете ли, на дороге не валяются. Добавлю, что сейчас экономисты работают над тем, чтобы внедрить в программу и другие курорты. Так, например, известно, что недельная путевка на Мальдивы будет равняться двум месяцам проживания Вачуева. Подарки, соответственно, будут также более существенными. Это и портативные фрезы, вафельницы и даже краскопульты и сепараторы. Свадебный фотограф Анатолий. Самый лучший фотооператор в северном районе города Тимрюка. В наличии свой фотоаппарат, три комплекта пленки и сменный объектив для хороших фотографий. Я подарю вам лучшие фото. Вы не забудете их никогда. Будете помнить всегда мои фото. Будете вместе выжить навсегда. Свадебный фотограф Анатолий превратит вашу свадьбу в незабываемую свадьбу. Анатолий. Качество, проверенное временем. Кубань. Встречает Элтона Джона. Известного артиста встретят со всем кубанским гостеприимством. Планируется, что прямо у трапа самолета ему предложат отведать настоящего кубанского парня. Борща под песни лучших народных коллективов. Также по традиции Элтону предложат прописку в Белореченске. Сделают это сразу после прилета, не дожидаясь звонка из Мордовии. Мы уже допустили ошибку с Жераром Депардье. А вдруг сэр Элтон Джон тоже захочет переехать в Россию со своей семьей? Мы в своем районе будем рады ему и его жене. В концертном зале, где будет играть Элтон Джон, его ждет сюрприз. Вместо привычного артисту рояля ему предложат сыграть на пианино Кубань. Власти города уверены, что возможность приблизиться к местной культуре порадует музыканта. Кроме того, месяц назад был объявлен конкурс среди краснодарцев на лучший каравай. Первое место завоевал каравай в виде головы артиста с аккуратной ямочкой для соли в районе лба и оригинальными очками из марципана в виде подсолнухов. Элтон Джон ждет приезда и уже готовится исполнить специально для краснодарцев димн молодежи Кубани. Сейчас вы видите фрагмент репетиции. На Кубани Элтона Джона ждет обширная культурная программа. Артисту обещают показать откормочный комплекс в Станице Петровской, новый амафосный цех на Белореченском заводе и петушиную ферму в Калининской, оборудованную по последнему слову главы района. Кроме того, в честь гостя будет дан праздничный концерт. Хедлайнером мероприятия станет Олег Газманов, который исполнит любимую композицию Элтона Джона «Помнишь, как в степи гуляли гей-гей-гей». Элтон Джон ждет не дождется приезда на Кубань. Это знаменитый во всем мире курорт. Я давно мечтал посетить ваш замечательный остров. Я-то сам не курю уже много лет, но с удовольствием попробую знаменитую кубанскую сигару. Добавлю, что музыкант мечтал посетить в крае белую глину. Так как, цитирую, не понимаю, как такое может быть белая глина. Конец цитаты. Будем с нетерпением ждать приезда сэра Элтона Джона. Кубанские ученые выяснили, почему в крае портятся дороги. Оказалось, всему виной асфальтные блохи. К такому выводу они пришли после исследования асфальтового покрытия по заказу Департамента дорожного строительства. Напомню, что ранее официальной считалась версия про кривые руки и некачественный асфальт. Я официально заявляю, что дорожные блохи – это основная причина выбоя ям на дорогах. Это другого объяснения просто быть не может. Это наука, с ней не поспоришь. Итак, сейчас вы видите, как действуют дорожные блохи. Как только стелют асфальт, они прибегают и начинают его жрать. В зависимости от подвида дорожные блохи либо выедают выбоины, либо создают трещины и ямы. Но некоторые подвиды идут дальше. Их принято называть грунтовые дорожные блохи. Они съедают дорожное покрытие полностью. Именно из-за таких паразитов создается впечатление, что в крае много неасфальтированных улиц. Сейчас вы видите улицу Тополиную. Как утверждают краснодарские дорожники, еще полгода назад она выглядела совсем по-другому. Обратите внимание, на экране та же Тополиная, но в декабре прошлого года. Я надеюсь, что теперь все поймут, почему дороги постоянно ремонтируются и почему не становятся лучше. Я давно говорил, пора что-то делать с дорожными блохами. Проблема блох имеет не только краевой, но и общероссийский характер. Добавлю, что она, к сожалению, пока не имеет стопроцентного решения. Дело в том, что дорожные блохи переносятся колесно-транспортным способом. Недостаточно будет потравить их только в крае, так как любой автомобилист из другого региона России завезет их вновь. Уже сейчас автомобили на въездах в край обрабатывают физраствором. Но это может помочь далеко не сразу. Поэтому кубанские ученые занимаются разработкой асфальта, который будет не по зубам паразитом. Исследования могут занять от трех лет до нескольких столетий. У меня на этом все. Смотрите «Не факты», оставайтесь в курсе последних событий «Не факты». Нам можно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!